Текстильная свалка Европы. Это то, во что превращается наша страна. Сейчас Украину буквально заваливают секонд-хендом. С одной стороны, это показатель плачевной экономической ситуации, ведь многим людям новая одежда попросту не по карману. А вот с другой стороны, это прибыльный бизнес с упрощенной системой налогообложения и хорошая ширма для контрабанды. Наша Фируза Бегматова решила проследить путь одной вещи из благотворительного фонда благополучной Европы до магазина секонда в Украине. Сколько людей кормится на вещах с иностранного плеча и какая же конечная цена изначально бесплатной футболки. Привет. Что ты собираешься выкинуть? Вот футболка. Она не в ужасном состоянии, но просто поношенная. И я уже ее не собираюсь надевать. Ненужные вещи бельгиец Фредерик, как и множество европейцев, выбрасывают не в мусорник, а складывают в специальные баки для текстиля. Если просто выбросить в урну, то оно сгорит, и это плохо. Может, кто-то еще оденет. И природе польза, и себе плюс в карму. Ведь люди уверены, что они безвозмездно отдают вещи на благотворительность. Но читав бескорыстные порывы, легко конвертируются в читать деньги. И вероятность того, что, к примеру, эта серая футболка попадет в руки нуждающегося бесплатно, минимальна. В Европе из каждых ста пунктов сбора вещей лишь несколько относятся к благотворительным организациям. Остальные – это бизнес-компании. Из контейнеров или пакетов, которые вешают людям на двери, вещи перекладывают в большие упаковки и привозят нам сюда на сортировку. А дальше запускается промышленный секонд-конвейер. Одежду сортируют на три группы – хорошие вещи, заношенные и тряпки. Ветошь продают предприятиям – центов по 30-50 за килограмм. Заношенные отправляют в Африку немногим дороже, а что получше – в Восточную Европу – от 1 до 3 евро за кило. С Украины эта фирма работает уже около 8 лет. Это упаковано на Африку. Для Украины мы так не сжимаем. Мы складываем в пластиковые пакеты, чтобы не испортить качество. Все эти вещи потом доверху заполняют украинские склады. И на этом этапе бизнес-цепочки наша бесплатная футболка Фредерико уже перестает быть бесплатной. Бельгийский килограмм одежды тут стоит около 5 евро. На один из таких складов мы наведались якобы с целью открыть свой секонд. Снимаем на мобильный телефон. Сотрудник хвастается, мол, у них одеваются даже жены политиков. Жена мэра города приходит к нам в магазин тариться. И тот так тихонечко, так, чтобы муж не знал. В брилях, в кольце. Ничего, не брезвый секонд нормальный. Ведь в мешках попадается брендовый товар. Три пары джинс, два лависа, один лив. Все отсюда. Пойти на базар 2,803. Я не считаю, что нужно давать трешку за джинсы. Новая импортная одежда в Украине стоит дорого. Ведь цена привязана к валюте. И у подавляющего большинства украинцев на новые вещи денег нет. Ничего иного, как секонд-хенд, они себе позволить не могут. Даже отечественное производство одежды и обуви все равно в разы дороже, чем могут себе позволить люди. Именно бедности является главной причиной процветания секонда в стране. Объемы воза с каждым годом растут. А Украина превращается в свалку европейского бушного текстиля. Это уход от реальной стоимости импорта готовых изделий. Объемы секонда, которые завозятся, динамично развиваются, особенно в последние несколько лет после подписания соглашения Ассоциации СССР. Только в прошлом году секонда зашло под 3 килограмма на каждого жителя Украины. Ведь это очень прибыльно. Уже знакомый нам сотрудник склада объясняет все на примере одного мешка. Мы достали там курточку. Курточка будет стоить кожаная, она не очень убитая, нормальная, вы видите. И рукавчики, и подкладочка живенькая. Можете там курточку оценить, там где-то 600 гривен. Что за самая особая? 400-500 гривен туфли. Вот две вещи – 1000 гривен. А в мешке на 50 килограммов может быть не один десяток курток и туфель. И стоит баул меньше 100 долларов. Вот две вещи – полмешка отбили. На этом этапе уже розничной продажи в магазине копеечная футболка бельгийца Фредерико становится не такой уже копеечной. Из-за нее легко можно выручить гривен 100. А если с правильным маркетингом потом перепродать в интернете, то и того больше. Как это зарабатывать на секунде, мы решили проверить сами. Покупаем полмешка в одном из столичных складов одежды из Европы. Остальное, по европейскому примеру, соберем у щедрых граждан. Здравствуйте. Мы с благотворительной организацией собираем ненужные вещи. Мы даже убедительный лозунг придумали. Твины – потреб, богатство для иншого. Богатство в данном случае в буквальном значении. Со всем добытым идем открывать свою точку. Первыми соблазняются женщины. А что-то есть на застежке большого размера. Мне ничего не надо, на самом деле. Просто что, видела патли, это симпатичное. Ничего не надо превращается в первые 50 гривен в нашу кассу. Было 50, но я не могу. Позже потягиваются и мужчины. Они закупились сначала на 250, а потом и на 300 гривен. И в итоге на вещах с себестоимостью примерно 200 гривен мы заработали в три раза больше. Именно поэтому заниматься таким бизнесом желающих много. Вот только обратная сторона сиюминутной выгоды – это нокаут отечественной легкой промышленности. Это прямое уничтожение национальной легкой промышленности. Это уничтожение производственных рабочих мест, в первую очередь, бюджетных поступлений. Это объем, который могли бы произвести украинские предприятия, и задействовано было бы 45 тысяч рабочих мест. Но конкурировать с копеечной одеждой с европейского плеча украинские производители не могут. Вот наглядная арифметика. Отечественный костюм стоит в 25 раз дороже, чем килограмм импортных костюмов из секонда. Производители легкой промышленности, они не могут конкурировать, уплачивая все налоги, считая каждую единицу товара, считая калькуляцию на производство изделий, платя все налоги. А желающих зарабатывать на бесплатных вещах, да еще и по упрощенному налогообложению, слишком много. К тому же в плотном мешке для европейского секонда очень легко прятать контрабанду и за копейки провозить через границу дорогие бренды на вес. А пока для одних украинцев секонды это выгодный бизнес, для миллионов других единственная возможность купить одежду. И Украина сейчас один из мировых лидеров среди импортеров ношенной одежды. Кстати, все деньги, вырученные нами во время эксперимента, мы отдали нуждающимся в настоящий благотворительный фонд. Фируза Бегматова, Елена Абрамович, Богдан Савруцкий, Вячеслав Фролов. Подробности недели. Телеканал Интер. Абрамович, Телеканал Интер. Продолжение следует...